На содержание великоустевских дорог в год расходуется более 20 миллионов рублей, поясняют в городской администрации. Чтобы обеспечить надлежащее состояние улиц зимой, необходима ровно половина этих средств. На сегодняшний день в целом на содержание дорог города нужно примерно около 25 миллионов рублей, для того, чтобы содержать до таком состоянии, чтобы ни одного контролирующего органа не было замечаний к уборке. Естественно, если когда бывают такие ситуации, когда осложнение с бюджетом приходится, где-то критерии карточинства и, соответственно, требования подрядчикам уменьшать, уменьшать цену. Но 25 миллионов на сегодняшний день – это та цена, для которой, чтобы весь год можно содержать именно дороги на лежащем состоянии. Обслуживать городские улицы в этом году будут две коммунальные организации, с которыми был заключен муниципальный контракт. Хочу заметить, что АВС отвечает не за весь город целиком, а от улицы Красноармейской в сторону судоремонтного завода. По понятиям нашего города Великого Устья, которая называется вторая часть города. В начале этого года в связи с бюджетными трудностями город остался без обслуживания коммунальщиков, в результате чего администрации Великого Устьюга пришлось заключать краткосрочные договоры со специализированными службами. На сегодняшний момент средства на уборку улиц есть. В течение года были предприняты меры по продаже ликвидного имущества. Плюс у нас есть несколько решений судов, по которым должна не только администрация подрядчикам, но и администрации на сегодняшний день должны сторонней организации около 10 миллионов рублей. То есть данные расходы позволили довести лимитов до подрядчиков и для того, чтобы провести муниципальные контракты. Директор коммунального предприятия Андрей Лыюров поясняет, что их организация готова к предстоящему зимнему сезону полностью. Заблаговременно проведен ремонт специализированной техники. Песчано-гравийная смесь для подсыпки дорог заготовлена на нескольких площадках. Предприятиям проведена большая подготовительная работа, чтобы войти в сезон во всеоружии. Поэтому внезапно наступившая зима не станет для коммунальщиков неожиданностью. Заготовлено у нас 2000 тонн ПГСа. Есть два автомобиля КДМ, которые могут подсыпать город. В наличии у нас четыре автогрейдера. Плюс есть трактор Т-150 и два трактора МТЗ с ножами. Которые, в принципе, если вот в воскресенье упадет метровый слой снега, то мы в течение четырех часов его состояние убрать и подсыпать все опасные перекрестки и угоры. Вторая коммунальная организация к уборке дорог и улиц также готова, поясняет ее директор Эдуард Коробейников. Вся необходимая для уборки техника есть в наличии. Закуплены и малогабаритные погрузчики для более качественной уборки тротуаров. Омрачает все. Большая задолженность городской администрации перед коммунальщиками. Не буду озвучивать, так как на сегодняшний момент задолженность по контрактам очень большая. Поэтому убирать приходится все за свой счет. Я думаю, если бы стимулировали подрядные организации коммунальной службы города, администрации, ежемесячно выплачивали бы все задержки и полностью гасили бы долг, то, естественно, у организаций, которые убирают город, был бы стимул работать лучше. Накануне осадки в виде снега пришли и в Великоустевский район. Люди взялись за лопаты. Прибавилась работа и у коммунальщиков. Спецтехника появилась на городских улицах. Хоть толщина снега и невелика, но убрать его необходимо, говорят работники ЖКХ. Диспетчерская служба анализирует прогнозы синоптиков, составляет график дежурств, чтобы непогода не стала сюрпризом. Планируют, когда снег, уже технику подготавливаем к этому времени, обслуживаем, заправляем, чтобы уже готова была, мало ли, непогода будет. Так-то обычный рабочий день в зависимости от снега, от гололеда. По словам водителя Игоря Текутова, у коммунальщиков нет плохой погоды. На линию приходится выходить рано утром или поздней ночью. Ведь главная задача – освободить улицы от снега, установленное законом время, и подготовить дороги к массовому выезду автотранспорта. Рабочий день может начаться в 2 часа ночи, в зависимости от снега, как будет снег идти. И пока не закончится, будем все убирать. А убираем всю вторую часть нашу. В штате предприятия ВС работают профессионалы своего дела. Сейчас средний стаж водителей составляет 15-20 лет. На рынке ЖКХ мы в этом году отметили 10-летие уже свое. Поэтому опыт у нас уже в уборке города, ну и не только в уборке города, а большой. Коллектив долго подбирался, но сейчас просто коллектив замечательный. Люди все заработают со стажем. Впереди у коммунальщиков долгая северная зима с обильными снегопадами. Вторую часть города от капризов непогоды. Будут освобождать три грейдера, два фронтальных погрузчика, несколько тракторов с ножами и щетками, снегоуборщик и автомобили КДМ. Готовы. Снегопад выпадет, техника готова. Мы одновременно в случае, ну вот, если взять московские события, я говорю, мы можем одновременно на линию 6 единиц снегоуборочной техники выпустить. Для второй части, я думаю, ну это вполне достаточно. Также и готовы оказать свое содействие и помощь, например, сельским поселениям. Если там у кого-то будут трудности в уборке, без проблем нам могут звонить, техника выйдет. У нас достаточно этой техники и помощи сельским поселениям. По словам Андрея Касаткина, в этом году переход погоды от летнего состояния в зимнее был практически незаметен. Благодаря этому удалось избежать так называемого дня жестянщика. Сейчас все службы находятся во всеоружии, поэтому обильные осадки не упадут коммунальщикам, как снег на голову. На территории у нас в городе оба предприятия, которые работают на уборке дорог, на сегодняшний день готовы. Запас песчаногравийной смеси обоих организаций на всю зиму заготовлен. Специальные машинки для рассыпки ПГСа, КДМ называются. Они все стоят на готовности для того, чтобы в любое время, при необходимости, выехать на подсыпку. Работа коммунальщиков всегда видна и оценить ее может каждый житель города по тому, насколько качественно и быстро улицы зимой очищают от снега. Будем надеяться, что грядущей зимой в адрес коммунальных служб будут поступать только лесные отзывы об их работе. Программа подготовлена при поддержке управления информационной политикой правительства Вологодской области.